Иран признал, что сбил украинский самолет. В субботу утром 11 января об этом объявили иранские военные. Это произошло по ошибке из-за того, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы. Самолет принял положение и высоту вражеской цели, когда приблизился к базе иранского корпуса стражей исламской революции. Это элитное военное подразделение. Именно в этих условиях из-за человеческой ошибки самолет попал под обстрел. Печальный день. Предварительные выводы внутренних расследований вооруженных сил, человеческая ошибка во времена кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Наши глубокие извинения и соболезнования нашему народу, сениям погибших и другим пострадавшим странам, заявил министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф. Иранская сторона утверждает, что трагедия в небе над Тегераном произошла на фоне повышенной боевой готовности в свете угроз ракетных ударов со стороны США и возросшей интенсивности полетов американской военной авиации вблизи границ Ирана. «Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам», – резюмировал глава МИД Ирана. Президент Ирана Хасан Раухани заявил, что сожалеет о трагедии с украинским самолетом и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой. Внутреннее расследование вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели невинных людей. «Мы продолжаем выявлять и расследовать эту великую трагедию и непростительную ошибку», – сказал Хасан Раухани. Утром 11 января президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе украинского самолета, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций. Продолжение следует...